Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры! Сегодня первый день 2022 года. И интересно то, что это суббота, день поклонения, день богослужения, и именно с этого дня начинается Новый год. Хочу пожелать вам обильных Божьих благословений, радости, мира, помощи и живых реальных отношений с Богом, помощь, которая приходит от Него, тогда, когда мы взываем к Нему, приглашаем Его в свою жизнь. Вы знаете, сегодня мы живем с вами в необычное время, необычные вещи происходят вокруг нас, и мы так ждали, что сможем в первую субботу этого года встретиться в церкви, но, к большому сожалению, вышел указ о том, что в связи с ужесточением мер карантина церкви будут закрыты. Сколько это будет, я не знаю, никто не может сказать пока, но одно мы можем сказать, что Бог свой народ не оставит. И сегодня я рад тому, что мы вместе с вами можем вновь обращаться к Священному Писанию и черпать со страниц Слова Божьего надежду, поддержку, уверенность и силы. И именно о силе мне бы хотелось вместе с вами сегодня размышлять, основываясь на библейских текстах. Вы знаете, перед тем, как мы прочитаем несколько текстов из Слова Божьего, мне бы хотелось рассказать вам одну очень интересную притчу. Она и детская, и взрослая одновременно. Двое лягушат резвились в поле, бегали, прыгали, скакали. Все у них было очень хорошо, им было весело. И вот они попадают в очень огромную яму. Упали они в эту яму, видят, что яма высокая. Пытаются выпрыгнуть, но ничего не получается. Прилагают все силы, но видят, что края этой ямы очень высокие, и они просто не могут оттуда выбраться. Они собирают все свои силы, пробуют еще, попытка за попыткой, но ничего не получается. Вдруг они увидели, что наверху вокруг ямы собралось очень много других лягушек, которые, видя их положение, стали им сочувствовать и соболезновать. Они пытаются прыгать, прыгнуть не могут, те соболезнуют еще больше. И в итоге те зрители сверху говорят, но, ребята, вам нужно смириться, вы не выберетесь отсюда, это ваш конец. Лягушата внизу прыгают, пытаются выбраться, но опять ничего не получается. Те сверху говорят, да все уже, успокойтесь, ваша участь определена, вы не выберетесь отсюда ни при каких возможностях. И вот проходит время, у лягушек в яме уже силы на исходе, и один лягушонок просто уже сдался и упал, и все вот лежит, и не может, уже у него нет сил. А второй продолжает прыгать, а те сверху ему кричат, все, приготовься к вечности, это уже твой последний, значит, твое последнее место пребывания, здесь ты отсюда не выберешься. И вы знаете, вот этот лягушонок продолжает, продолжает прыгать, и вдруг в один прекрасный момент он пролетает над всеми теми, кто стоял сверху, он вновь очутился на траве, он выпрыгнул, он весь обессиленный, в то же самое время глаза его наполнены радостью, его окружили, его товарищи, смотрят на него и говорят, спрашивают у него, как у тебя это получилось, а он смотрит на них и пытается им объяснить на языке жестов следующее. Он объясняет им и говорит, я с детства глухонемой, я, к сожалению, не слышал того, что вы говорили мне, но я не мог остаться равнодушным к вашей поддержке, к тому вниманию, и я понимаю, что вы меня поддерживали, и это придавало мне силы сделать еще и еще одну попытку, поэтому я вам очень благодарен за то, что вы меня не оставили, и за то, что вы были со мной в эту трудную минуту, и я не мог подвести ваше доверие, и именно ваша поддержка дала мне сил сделать этот прыжок и выбраться из ямы. Дорогие друзья, как вы понимаете, второй лягушонок, который сдался, он не был глухонемым. Сегодня на пороге Нового года в наши уши, в наше сознание может проникнуть разного рода весть. Есть те, которые будут говорить «Все плохо, все тяжело, все трудно, будет еще хуже», но есть тот, который всегда готов прийти к нам на помощь и сказать нам «Дитя мое, я буду с тобой, я дам тебе силу, у тебя получится, потому что я буду рядом». Дорогие братья и сестры, и вот сегодня выбор за нами, кого мы будем слушать больше. Иногда, может быть, в силу своего человеческого фактора, своей человеческой усталости, мы больше склонны слышать голос пессимизма, голос, который говорит о том, что все будет плохо, о том, что будет еще хуже. Это может быть в силу своих человеческих факторов, но, друзья, знайте и помните, что лучше для этого голоса быть глухонемым и открыть свой слух для Слова Божьего, для Его любви, для Духа Божьего, открыть свое сердце, свой разум и верить в то, что Спаситель будет с нами и приведет нас к желаемой пристани. Вы знаете, вот именно в этот момент, когда нам приходится выбирать, кого слушать, а кого не слушать, кого слышать, а кого не слышать, именно в этот момент мне бы хотелось пригласить вас и обратить внимание на Слово Божие, где дано обещание самим Богом, Творцом неба и земли в том, что Он даст народу Своему силу. Давайте вместе с вами прочитаем несколько текстов из книги Псалмов и затем один отрывок из книги пророка Исаии. Книга Псалмов, 28-й Псалом. Что интересно, весь этот Псалом говорит о силе Бога, о Его величии, о Его могуществе и завершается этот Псалом вот такими удивительными словами. Господь даст силу народу Своему. Господь благословит народ Свой миром. Дорогие братья и сестры, это обещание Бога, которому мы можем доверять. И Господь говорит, что Своему народу Я дам силу и Я дам мир. Пусть Господь поможет нам открыть Своё сердце и верой принять это обещание Господа в Свою жизнь на пороге 2022 года. Давайте вместе с вами откроем 59-й Псалом. И в 59-м Псалме прочитаем 13-й и 14-й текст. Книга Псалмов, 59-й Псалом, 13-й и 14-й текст в Ветхом Завете это 595-я страница. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Здесь упоминается о защите и помощи человеческой и о защите и помощи Божьей. Вы знаете, вот иногда мы теряем вот эту способность сделать правильный выбор и больше пытаемся найти защиту и поддержку у людей. Начинаем с ними договариваться, решать какие-то вопросы, надеемся, что человек нам поможет и забываем о том, что в молитве мы можем получить мудрость, в молитве мы можем получить силу, в молитве мы можем увидеть путь Божий для нас в каждой конкретной ситуации. И без молитвы мы можем действительно получить вот эту человеческую защиту, которая нам принесет больше суеты, чем мира, покоя и радости. Поэтому Слово Божье говорит нам, что мы должны просить у Бога помощи и не надеяться на то, что каким-то образом, вы знаете, вот человеческая защита часто связана с каким-то греховным путем решения тех или иных ситуаций. Вот именно в этом плане Господь говорит о человеческой защите. так вот эта защита, которая связана с грехом, она суетна, она не принесет нам мира и желаемого результата, но сказано с Богом мы окажем силу и тех врагов, которые шепчут нам о том, что нам конец, что мы погибли, что у нас, как у народа Божьего, ничего не получится, Бог говорит, его сила этих врагов не зложит, потому что он победитель. В книге Псалмов в 67 Псалме мы читаем о том, что Господь предназначил для своего народа свою силу, своей божественной мощью, своим божественным влиянием Господь желает наделить свой народ. И вы знаете, когда мы говорим о силе Божьей, не всегда речь идет о физической силе, физической крепости. Да, мы читаем о Самсоне, читаем о других людях, которые были сильны, но борьба наша сегодня не физическая. Борьба сегодня наша духовная. Мы духовно страдаем, душевно переживаем, морально нас угнетают, и все происходящее вокруг травмирует психологически человека. и вот Библия говорит нам о том, что в первую очередь Бог может укрепить наш дух, Бог может нас наполнить силой свыше, и эта сила поможет нам оставаться в этом мире Божьими детьми. Эта сила поможет нам делать добро, несмотря на то, что вокруг очень много зла. И как сегодня во время урока субботней школы мы говорили о том, что, к сожалению, может наступить такой момент, когда народ Божий дойдет до состояния изнеможения, усталости. В этот момент могут появляться сомнения, а стоит ли дальше продолжать идти в этом мире христианским путем и оставаться верным нашему Господу Иисусу. Дорогие друзья, Господь обещает дать своему народу силу. Откроем вместе с вами 67-й Псалом и прочитаем в нем 29-й текст. Бог твой предназначил тебе силу. Вы знаете, вообще 67-й Псалом, вот тоже будет у вас время, возможность, пожалуйста, прочитайте этот Псалом полностью. И вот во втором тексте написано, да восстанет Бог и расточатся враги его. А в некоторых переводах говорится, да воскреснет Бог и расточатся враги его. То есть речь идет о великой борьбе между вечной жизнью и вечной смертью. И Бог в этой борьбе победитель. Он победил смерть. Он желает своему творению дать вечную жизнь. И его Дух Святой может наполнить его детей, которые находятся сейчас в борьбе, в состоянии борьбы и конфликта в этом мире с грехом и злом, которое нас окружает. Поэтому Господь желает нас укрепить и вдохновить, и здесь говорится, что Он предназначил для нас силу. Если сегодня мы вошли в новый отрезок времени, если Бог предназначил нам 2022 год, и мы живы в нем, значит, у Бога есть сила для нас, у Него есть благословение для нас, чтобы помочь нам, поддержать нас, и чтобы мы остались Его детьми в этом мире. В 67-м Псалме давайте прочитаем вместе с вами 36-й текст. «Страшен ты, Боже, в освятилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему, благословен Бог». Здесь говорится о том, что когда человек понимает величие Бога, когда он понимает, что он является творцом всего во вселенной видимого для нас и невидимого, то это действительно наполняет нас великим трепетом и благоговейным страхом перед всемогуществом Бога, и Господь, написано, даст народу своему силу и крепость. Дорогие братья и сестры, мне бы очень хотелось, чтобы в 2022 году нашим направлением, нашей жизни, нашим служением был поиск силы Божьей в моей жизни, в жизни каждого из нас, в жизни Церкви. Нам очень нужна сила Божья в этом мире. И Бог рассчитывает на нас, что мы будем Его представителями, Его посланниками, Его апостолами, Его миссионерами в этом мире. И для этого Он желает дать нам силу. Поэтому Он хочет, чтобы мы слышали Его, слушали Его, а не те голоса, которые говорят, что вы обречены. В заключении, дорогие братья и сестры, мне хочется обратить наше внимание на слова, которые записаны книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 40-я глава, и также я хочу пригласить вас прочитать дома, в спокойной обстановке, размышляя всю эту главу, потому что вся эта глава говорит нам о величии и всемогуществе Бога, о том, что Он своей силой и своей мощью сотворил всю Вселенную, и не только сотворил, Он и поддерживает жизнь в ней, и вот в заключении этой главы Он вновь обращается к своему народу и призывает нас надеяться на Него. Книга пророка Исаии, 40-я глава, и прочитаем вместе с вами с 28-го текста по 31-й. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь обращается к нам со словами поддержки, веры, надежды, любви. Господь даст нам силу, Он обещал это сделать, и Он желает, чтобы мы свое сердце, свой разум, свое ухо, свой слух открыли для Него, для Его слов поддержки, для Его слов утешения и ободрения. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году каждый день с раннего утра мы находили время для общения с Богом и искали Его силу в молитве, в Его слове, чтобы далее Его сила сопровождала нас каждый день в нашей духовной жизни, в наших повседневных вопросах. Нам тоже нужна сила Божья, и Бог обещал нам помочь. Поэтому пусть эти слова нас поддержат и вдохновят, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, что они пойдут и не устанут, что как орлы они расправят крылья свои. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам каждый день надеяться на Него. Пусть каждый день осознанно, без спешки, без суеты мы будем приглашать Бога в свою жизнь. Мы будем просить у Него силы для выполнения любых задач, пусть даже самых маленьких или очень больших и сложных. И, доверяя Богу, мы увидим, что Его сила, Его Святой Дух может сделать то, что нам, людям, грешным, несовершенным, никогда не было бы под силу. Пусть Господь нас в этом благословит. Давайте мы вместе с вами об этом помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем обратиться к Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты обещаешь нам силу в этом мире. И поэтому мы, Господи, очень просим Тебя, чтобы Ты все наши грехи простил и укрепил нас в вере и в доверии Тебе, чтобы Ты наполнил нас, Боже, духовными и физическими силами, и чтобы Дух Твой Святой всегда пребывал в нас. Мы отдаемся Тебе, Боже, и помоги в этом мире нам оставаться Твоими детьми, чтобы через нас Ты смог сделать то, что Ты желаешь для спасения других людей. Во имя Иисуса наша молитва слава Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.